Отопление стоит целое состояние. Этими словами нашу съемочную группу встретила жительница дома на улице Каманина. В ее платежках указаны немалые суммы за тепло. При этом пенсионерка теперь еще должна ресурсной организации огромные деньги. С такой же ситуацией столкнулись и ее соседи. Сама женщина задолжала тепловикам порядка 18 тысяч рублей. Выплатить эту сумму она не в состоянии. Сколько у вас долго и вообще сколько у вас пенсии вы зарабатываете? Я говорю, у меня пенсия 10 тысяч, 2 тысячи инвалидские. Все. Неприятности с квитанциями у жителей этого дома начались, когда тепловики сделали ежегодную корректировку платежей. До недавнего времени люди платили за тепловую энергию по нормативу равными частями целый год. А тут выяснилось, что платить теперь придется по счетчику. В доме он был и раньше, вот только не работал. Когда его починили и за какой период платежи начислялись именно по показаниям ОДПУ, жители не знают. О перерасчете потребители не уведомили ни управляющая организация, ни тепловики. Корректировка платежей по счетчику показала, что за прошлый 2018 год людям нужно доплатить. Пенсионерам выставили долги за целый год, да еще и скорректировали текущую плату. И каждый месяц платить. 3,978 рублей. Это вот с июля месяца, это последняя июльская. 3,900. Но это... А по нормативу мы должны там 2,300. Дом старой постройки отапливается по круговой системе. То есть горячая вода в трубы поступает из квартиры в квартиру. В итоге в начале цепочки получается перетоп. Видимо отсюда и такие заоблачные цифры в квитанциях. В ресурсоснабжающие компании разводят руками. Практика корректировки платежей за отопление для многоквартирных домов привычна. Просто у этих жильцов раньше показания не снимали. Ну а тем, кто не готов оплатить квитанцию за один раз, готовы предоставить рассрочку. Для всех жителей, у которых рост платежа за услуги отопления вырос более чем на 25%, относительно аналогичной квитанции за март 2018 года, была предоставлена рассрочка на 12 месяцев. Люди обратились и в госжилинспекцию. Но надзорный орган встал на сторону ресурсников. Квитанции за тепло придется оплатить. Когда у нас нет прибора учета, то выставляется по нормативу, установленному органом исполнительной власти. То есть, соответственно, когда прибор учета устанавливается, то начисления, они изменяются. То есть, выставляется, так как они платят целый год за отопление, выставляется не по нормативу, а по среднемесячному показанию. Получается, что все было сделано по закону. Но почему же людей заранее так никто не поставил в известность о грядущих изменениях? И можно ли было минимизировать перетопы в доме? Видимо, этот вопрос останется без ответа.